Поехали! Научное и религиозное мышление и философия для бакалавра. Всего три лайка пока, но посмотрим, может хороший достойный контент. Всем доброго дня, с вами Алексей Октябрь и мы продолжаем наш цитл лекции по философии. В прошлый раз мы рассматривали, достаточно подробно я рассказывал вам о мифологической картине мира, а сегодня мы поговорим о религиозном и научном мышлении и, соответственно, о религиозной и научной картинах мира. Начнем мы с религиозного мышления, с религией как формы отражения действительности, да и вообще в целом религия задает нам достаточно такую мощную, фундаментальную картину мира. Для многих людей религия является источником. Какая религия конкретно задает мощную картину мира? Ну ладно, не важно. Может быть, есть иерархия мощностей, например. Может быть, есть иерархия мощностей, я не знаю. ...воззрение. Религия, безусловно, основывается на особом типе мышления. Серьезно? 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 Особый тип мышления? А какой это тип мышления? Расскажите мне, пожалуйста. Я, может быть, соглашусь с тем, что христианская религия основана на каком-то одном особом типе мышления. Может быть, я соглашусь с тем, что исламская религия основана на каком-то одном типе мышления. Но вот, например, буддийская религия основана на совершенно другом типе мышления, и там совершенно другая культура, там другая парадигма исследований, там тотальные медитации, там короче сидишь, феномены созерцаешь, восприятие свое тренируешь и внимательность. То есть то, чем в христианском мире занимались какие-то мистики, которые почти всегда были на отшибе общества и которых то ли преследовали, то ли просто как-то изолировали, как-то их пытались из общества убрать, то есть их всегда было не очень много. Основной частью именно индийской религии были вот эти самые медитации, которые у мистиков уже, ну они европейских появляются, но появляются они, кстати, довольно тоже не рано на самом деле. На самом деле не так уж и рано, даже вот одни из самых главных мистических практиков европейского мира, ну то есть неоплатоники, так они появились уже в нашу эру. То есть, ну через 500 лет после Будды, а до Будды было еще море народа, как бы, даже не через 500, через 600, наверное, это первый век где-то, первый-второй век, неоплатоники начали развиваться. А Будда с 500 и 600 года, где-то до нашей эры, еще и до него какие-то шраманы были, соответственно. Так что тут так. Ну, он по методичке какой-то советская действует, она довольно скучная, она довольно, как бы, очевидная. Вы даже можете посмотреть вот на эту хуйню, ограничение рациональности в религии, что такое наука, философия как метанаука. Вот отсюда, начиная роль философии в построении картин мира, это вообще просто методичный материал, вы его вычитываете в обычных курсах. Если автору нечего читать по философии, он просто берет вот эту хуйню и, как бы, вставляет ее в свою лекцию, чтобы занять время, возможно, и типа, окей, хорошо, хорошо, работает. Приветствую, Владомир, рад видеть. Принято называть религиозное мышление. Религиозное мышление стоит понимать как рациональное мышление. Ну, для этого... Ого, а какое тогда мышление нерациональное? Так, религиозное мышление – форма рационального мышления, предполагающая ряд принципиальных ограничений рациональности. Религиозное мышление – инструмент построения религиозной картины мира. Ага. А может быть, религиозное мышление – это религиозный инструмент религиозного построения религиозной картины, религиозного мира? Это, к слову, о том, как определения классно даются вот здесь вот. Забавное определение. Религиозное мышление – это инструмент построения религиозной картины мира. А, 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 ну вы поняли. Внутри определения еще и слово содержится с отсылкой на вот эту вот штуку. Круто. Хороший цикл, мое почтение. Ну, это просто не очень красиво выглядит, по той причине, что, ну, как-то, как-то лол, типа. Религиозное мышление – инструмент такой себе. Непонятно, что в данном случае, да, рационально-нерационально, и когда, по мнению автора, рационализм появился. И, ну, какие-то христиане, они рационалисты, какие-то христиане, например, нерационалисты, и даже иррационалисты. Ну, например, Киркегор, он скорее иррационалист. Он экзистенциалист, который, ну, вот уже на такой волне грядущего иррационализма появился и начал свои, в общем-то, изыскания творить. Тут как бы довольно странно, все, ладно. Рационального мышления действует ряд ограничений. Давайте поподробнее рассмотрим эти ограничения. Во-первых, это отказ от принципа каузальности. Мы понимаем, что у любого явления, у любого процесса есть какая-то причина, и все пристегает. Нет, что-то я вот с этим не согласен. В смысле мы понимаем. В смысле мы понимаем. Вследствие, и все это можно наблюдать, все это можно эмпирически познавать. Нельзя эмпирически проверить, что у всех объектов есть причинные связи. Вообще невозможно. Тупо, тупо это находится вне наших возможностей, потому что нам восприятие в эмпирике недоступно. Все сразу. Эмпиризм, он работает по частностям. Вы проводите какой-то точный эксперимент один раз, второй, третий, десятый и двадцатый. Ну и вроде бы что-то там у вас работает, и вроде бы это кажется достоверным ввиду этого. Но это может работать только на нашей планете, например, так, как оно работает. Или в нашей вселенной, или в нашей... где-то там, чем-то там. Неважно. Привет, не подлогов. А когда речь идет уже обо всем вокруг, ну я, честно говоря, хз. Более того, я не уверен, что все религии обходят стороной принцип причинно-следственных связей. Более того, христиане-то они обычно не против логики. Эх. А религия, соответственно, отказывается часто, отказывается от этого... Часто или всегда? Если речь идет об определении, это должно быть всегда. Это должен быть атрибут религии. То есть, это рациональное мышление с определенными ограничениями. Сейчас я перечислю ограничения, и у нас тут топ начинается. На первом месте у нас отказ от причинно-следственных связей, да? Ну, если это не на первом месте стоит, непонятно, почему это вообще здесь появилось. Просто можно было вух и убрать эту штуку. Не очень понятно, не очень красиво, в общем-то, выходит. Просто вжух, уходи отсюда. Ну, в некоторых религиях, типа, там, причинно-следственные связи, они нарушаются. Окей, хорошо. Допустим, это так. Так, допустим, действительно, некоторые религии, они могут обойтись без принципа причинно-следственных связей, но лол. Принципа каузальности и каким образом она действует? Религия часто говорит нам о том, что... Чтобы внести это в определение, религия должна всегда нарушать принцип каузальности. Всегда, просто, без исключения. Иначе религия не будет... Иначе определение не будет определением. Ну, вот смотрите. Мужчины с сережками иногда гомосексуалисты. Понимаете, да? Вот это высказывание. Ну, вот. Ну, вот. Я буду говорить, что все люди с сережками гомосексуалисты. Это странно. Я хуйню сейчас сказал, на самом деле. Я сейчас не продумал мысль. Прошу прощения, ребят. Прошу прощения. Приветствую, что я рад вас видеть. Но в любом случае, наверное, мысль вы все-таки уловили. Это довольно странный заход. Если у нас есть определение, все, что содержится в определении, есть атрибут определяемого явления, либо понятия, либо чего-либо-то там. То есть, если эта штука не соответствует определению, то ее нельзя так уже называть. А если иногда, часто, это уже не определение. Приветствую, Фролл. Рад видеть. Причиной тех или иных событий является Божий промысел, является... Не во всех религиях Бог есть. Воля Господа, может быть, влияя... В чем разница между Божьим промыселом и волей Господа в данном контексте? Какая-то принципиальная разница, но... Деяние каких-то подусторонних сил. В религиях, действительно, это часто встречается. Неважно, причем, в каких религиях, может быть, это примитивные... А кванты являются потусторонними силами? Ну, просто я их как бы не вижу, например, ну... Ну, это уже чисто от меня доебка, в принципе, это я просто сам уже. Религии древности или, может быть, каких-то архаических народов... Да-да-да-да-да, не все манерные мужчины с сережками геи, автор не гей пишет там. А может быть, это религии продвинутые, монотеистические. Для них тоже действует вот такое ограничение, отказ от принципа каузальности. Схуяли. Ну, то есть, мы не можем себе представить монотеистическую религию, которая не отказывается от принципа каузальности. А, я представил уже. Блин. Блин. Блин, что делать? Что делать, как быть? Я не понимаю, ребят. Ша, так это же лекция для студентов? Не, он поэтому методичку зачитывает. Ну, мы сейчас тогда методичку разбираем. Ну, вообще не важно. Вообще не важно, что мы разбираем, понимаете? Польза разборов заключается в том, что мы можем разбирать все, что угодно. Второе, это отсутствие практических результатов мышления. Мы с вами понимаем, что... Хуйня полная. Религии довольно практичны, нередко. Ну, то есть, на духовном уровне вы сидите там себе молитесь, например. Молитва влияет на практическую часть вашего мировоззрения. Ну, например, в христианстве. Вы молитесь, и вы учитесь обращаться к Богу правильно. Вы не встаете на колени и прости. Я хочу жену с большими сиськами, жопой, и машину хочу, и квартиру. Нет. Вы, чтобы обратиться к Богу, вы начинаете фильтровать свои желания. По-хорошему, если вы понимаете, как это работает, как работает молитва. Соответственно... Да нет, это просто марктийская методичка. Они сто лет назад написаны, они там в таком виде присутствуют. Так что здесь удивляться, в принципе, нечего, что это так рассказывается. Ну, автор по методичке, видимо, это и учился, и учился. Может, он по ней преподает в университете, к сожалению. И это просто плохая методичка, уже устаревшая на миллиард лет. Ну, более того, Бог – причина всех причин. Наоборот. Наоборот, Бог – он как бы кауза. Final cause, короче. Самая главная кауза из всех каосов. Самая главная причина. Христиане здесь, кстати, куда более последовательны, чем сайентисты. Те же, но у сайентистов там большой взрыв, все дела, ла-ла-ла, круто, замечательно, классно. Но вот, что было до большого взрыва, они такие, да, ХЗ, мы просто не будем отвечать. На ЛГУ ХЗ тоже. ЛГУ, в смысле, ЛГУ вот это, вот это вот, где он, откуда он? Пушкина, что ли, который? Хрен знает. Ну, там есть хорошие преподаватели. Опять же, вуз выбирать следует по преподавателям лучше. По вашей сфере деятельности и по преподам, которые там работают. Религия основывается на вере, да, вера. Нихуя. Это прежде всего. В большинстве религий нет веры, как понятия. Всего это чувства. Угу. А я думал, что это большие институты, какие-то храмы, построения, учебные заведения. То есть, те места, где люди могут друг с другом, вот, как бы, тусить вместе, общаться, там, молиться, что-то вот делать. Какая-то организация, в общем. Я думал, что религия, первый-первый параметр религии, это высокая степень организации. Как минимум. Как минимум. Просто наличие веры. В каком смысле мы слово веру употребляем? В христианском? Если в христианском, то такой веры, как у христиан, нет ни в одной религии. Все. То есть, слово phrase, faith, вот это вот, которое вот английское, как обычно используется, в принципе, под словом вера. Вот этой faith, ее нет нигде больше в других религиях. От нее просто отъебитесь. А если вы понимаете под верой belief, то есть, ну, убеждение ваше, то убеждение есть и ученых, и у философов, у всех людей есть убеждение. То есть, в этом смысле тогда религиозные люди от других не отличаются. Интересный парадокс, как бы. А мышление, как бы, становится вторичным, да, или каким-то побочным. Ну, я бы этого преподавателя не назвал пока хорошим. Ну, не буду унижать, ничего не буду плохого говорить, но лекция из вон рук плохая. Собственно, человеческого, человеческой личности. Ну, то есть, человек без степени, во-первых, это отчасти, это все-таки отчасти оправдывает, оправдывает человека, бесспорно. Человек вроде бы преподает и, в принципе, пойдет, может быть, и для кого-нибудь. Причем религия часто... Сергей пишет, я считаю, что вместо введения философии надо показывать студентам стрима шадова. Признают веру гораздо более сильно, чем разум. Не назвал бы хорошим, а у него, что, 10 лет... А у него, если что, 10 лет опыта. Это, знаете, человек, видимо, опыт, он просто фармил его где-нибудь на начальных локациях, а надо было подальше идти. Хотя бы потому, что, например, чудо умом понять нельзя. А вот поверить... Ну, а вот не во всех религиях чудеса есть. Чудо, возможно. То есть... А почему умом чудо понять нельзя? Чудеса нередко пытаются рационализировать религиозные всякие богословы. Ну, это уже в контексте христианства, скажем. Оказывается, что вера способна на то, на что разум не способен. Ну, такая вот причудливая логика, да, но... Похуя, охуя, да? Круто. Зато как придет на фейнл босса, ваншотнет. Я думаю, ваншотница, правильно сказать. Сам, сам ваншотница. А, в религиях может присутствовать. Мышление, тем не менее, оно тоже признается религии. Как важная, опять же, способность человека. Это может быть какая-то способность, заложенная в душе человека. А может быть, это какая-то телесная функция. Тут уже существуют разнообразные точки зрения. Но главное, что для религии... Ну, может, семинар он хорошо проводит. Но тут, опять же, смотрите. Если он проводит семинары по этой теме, тут ошибок просто миллиард. И эти ошибки проистекают из того, что он пользуется методичкой, которой лет уже, наверное, 30-40. То есть, эта методичка написана марксистами. Марксисты имели целью, ну, просто обосрать религию. Причем они почему-то считали под религией вообще все, что угодно. Ну, то есть, многое было религии, но почему-то все это имело свойство христианства. Неожиданно, да? Хотя у нас вроде в стране были религиоведы, и хорошие религиоведы были. Но почему-то вот в философских методичках написана такая хуйня, прошу прощения. Которая вот вообще никак не выкупает. Вот к любому нормальному религиоведу подойди и спроси, а вот это вот так? Он скажет, да нет, какая-то чепуха, а в общем-то это какой-то бред. Шат, так может по ней экзамены принимают? Ну вот, может быть, кто-то и принимает. Но если по ней принимают экзамен, это просто плохо. В религии важен именно принцип веры. Вера первична, разум вторичен. Просто опять же, еще большая проблема заключается, что на гуманитарных факультетах, особенно там, где преподается философия. Не, не разбанин кипиутка, но мы можем на нем находиться. То есть, тут запрет на стримы снят. Но основная проблема заключается в том, что, с одной стороны, вот люди приходят на философию, и там вот такой дядька задвигает какие-то марксистские штуки про религию. А с другой стороны, они идут потом на религиоведение. Может, они уже отучились на религиоведении. Или, может, они сами религиоведы. Или еще что-нибудь. И так далее, так далее, так далее. Понимаете, в чем дело Владислав? То есть, студент приходит, ему на религиоведение говорят одно, а на философию говорят другое. Какой вывод? Философ пиздобол вывод. Ну, скорее всего, потому что, с одной стороны, религиоведение, профильная дисциплина, которая занимается религиями. А с другой стороны, философия. Ну, дисциплина, которая профильной ничем не занимается. Ну, понятное дело, кого посчитают пиздоболом в данной ситуации, философы. На мой взгляд, такие заходы, такие вот высказывания, такие методички, они вредят имиджу философии. Это просто очень вредно. Они еще в большей степени вредят имиджу философии, потому что философия нередко находится в тех же университетах, где присутствует культурология и религиоведение. И студенты, даже студенты по философии, нередко проходят и культурологию, и религиоведение. Им остается только охуевать от гениальности вот этих пассажей. Ну, и, наконец, третье ограничение, действующее в религиозном мышлении, это некритичность мышления. Что значит некритичность? Это значит... Ну, Кант, он вроде верующий был, но при этом вот критик великий. То есть, религиозное мышление не предполагает критического рассмотрения собственной доктрины. Так, почти любое учение не предполагает критического рассмотрения собственной доктрины. Марксизм не предполагает критического осмысления собственной доктрины. Синтизм и наука не предполагают критического осмысления собственной доктрины. Всегда есть такие базовые догмы, которые сомнению не подвергаются. Везде. Без исключений. Вообще без исключений. То есть, это все религиозное мышление получается? Ну, классненько, прикольненько. С другой стороны, сам акт критики, скорее всего, свойственен религиозному человеку, то есть человеку, принадлежащему к той или иной религии, скорее всего. То есть он такой, блин, а бог, а что же он там делает? А он есть? И в каком смысле он есть? А что там? Блин, а почему он заставляет меня страдать? И так далее, и так далее, и так далее. Вы просто посмотрите выступление всех вот этих замечательных попов каких-нибудь там. Эти замечательные попы, они обычно рассказывают историю своих мук религиозных, как они пришли к вере, как долго был этот путь, сомневаются ли они сейчас в чем-то. Да, и обычно они в чем-то все еще сомневаются, но преодолевают сомнения. То есть, по-моему, крайне кринжово взять и сказать, что есть какое-то волшебное религиозное мышление, это что-то из разряда чудес, магии, единорогов невидимых розовых. Вот, религиозное мышление создать из нихуя просто тоже. И сказать, что вот у этих людей оно вот не критическое, вот это вот религиозное мышление, каузы у вас там не работают, ничего не работает. Короче, вы типа рационалисты, но не до конца, типа вот такие дурачки, рационалисты, вы поняли? Вы тупые, вы тупые, вы поняли? Вот как-то так. А смысл? Смысл, если мы исследуем сложное явление, особенно религию, особенно христианскую религию, в которой миллиард человек, миллиард два, уже не знаю сколько, короче, больше миллиарда человек взять, подвести все под общий знаменатель религиозного какого-то рандомного мышления, иу. А стоп, а могут мышления быть совмещены, там философское волшебное тоже мышление какое-то, научное волшебное мышление, и религиозное мышление тоже вот они, да, вот разные мышления такие, они как-то вместе, да, сосуществуют у нас в голове, у нас три субстанции, там где-то варится религиозное мышление здесь, здесь там научное, а здесь там философское, неожиданно, нет? Значит, что в каких-то случаях мы рассматриваем какие-то явления или процессы сугубо критически, мы можем критиковать догматизм каких-то, ну, скажем, других вероисповеданий. Так в науке-то так же и работает, люди критикуют догматизм других вероисповеданий, а сами свой догматизм не критикуют. Причем проблема заключается в том, что ученые не видят свой догматизм, ибо их догмы заключаются не столько в теориях, сколько в методе. По какой-то причине эти люди решили, что методология не может быть догматична, это абсолютная ложь на самом деле, как ни странно. И, соответственно, ученые, ну, нередко основы своего метода не критикуют, потому что иначе они тогда исследовать ничего не смогут. Если ученые бы стали настоящими скептиками, исследование было бы проводить практически невозможно. Других интеллектуальных традиций, но в то же самое время мы никогда критически не рассматриваем какие-то религиозные постулаты, религиозные догматы. Они... Это ложь. Это ложь. Ну, или тогда просто смешение разных мышлений происходит, но я на самом деле никогда не замечал этих разных мышлений. Как их подтвердить, что они существуют? Вот эти вот научные, философские, там, творческое мышление, эмоциональное какое-то. Как подтвердить, что они реально есть? Или это абстракции, которые вот не ясны совершенно? И религиозные тесно переплетаются с научным, философским, а тогда зачем их разделять? ...побляются неизыблемыми для любой религии. Если подвести такой промежуточный итог, мы понимаем, что религия... Говно. Ну, а, простите, я просто подвел итог из того, что автор сказал. Ну, получается, что религия говно, правильно? Религиозное мышление... Говно, правильно? Занимает некую переходное положение между дебилизмом и философией. Да, я правильно мысль уловил? Правильно мысль-то уловил, нет? То мифологическим мышлением и мифологическим... А, а мифологическое же еще мышление есть. Точно, точно. А чем мифологическое от религиозного отличается тогда? Там что, критично или там совсем не критично? Как там вообще все работает? Сиональным мышлением. Наука. Это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Ну, если мы посмотрим на это определение, то мы увидим здесь как раз такой рациональный принцип организации. Ну, с определениями я не согласен, сами понимаете, по каким причинам поехали дальше. Ну и, соответственно, наука становится таким продуктом этой самой рациональной деятельности. Здесь, в этом определении мы видим и такой термин. Так он его либо у марксиста взял, либо из википедии, что вы хотите. У науки на самом деле множество определений, поэтому тут как вообще хотите. Ну, вот такое, ребят, бывает. Так. Объективные, да, объективные. Не, ну, просто выстираем объективные знания. Все просто, ребят, запомните. Запомните все легко. Знания о мире мы получаем, то есть... А где гарантии? Где гарантии, что оно объективное? Знания, которые не зависят от человека, да, от, сказать, человеческого, от человеческого какого-то произволения. Это системно организованные знания, то есть знания, которые мы получаем... Ну, это действительно системно организованно, это правильно. ...посредством определенных алгоритмов, да, через... Согласен, алгоритмы там имеют место. ...соблюдение определенных правил познания, да, последовательно, детально рассматривая любой объект. Ну и, наконец, это обоснованные знания о мире, то есть это... ...знания... Религию тоже обосновывают. Многочисленными методами, способами, логически пытаются трактовать различные догматы религии так, чтобы они не были кринжовыми, тупыми, странными и так далее, так далее, так далее. Амма... ...которым они могут быть о чем-то скажем. Причем в каждой религии, ну, по крайней мере, буддизм и христианство, и ислам точно. Субъективным, да, например, часто гуманитарные или общественные науки, они затрагивают такие вопросы, как, скажем так, ценности, общественные... Да, гуманитарные науки, они просто жесть какие обоснованные. Вот берешь, читаешь искусствоведение, и ты такой, воу-воу-воу, объективное знание о предмете. Это мы сейчас изучаем такие, ничего себе, ничего себе, там, великий, замечательный, там, поэт Александр Сергеевич Пушкин был просто голыбой, гигант, великий писатель, гений. И это реально в статьях такие штуки могут писаться. Куча оценочных понятий наваливаются в перемешку с какими-то объективными данными про его жизнь, там, по дневникам прохаживаются. Всегда, кстати, облагораживают имя Пушкина. То есть, как ни странно, в гуманитарных областях нередко сама позиция автора, ну, то есть, да, она перемешивается с фактами, и получается вот такая вот каша небольшая, интересная. Так что я тут хрен знает, если мы гуманитарные науки считаем, что там объективно, ну, в каком смысле они объективны, ну, все гуманитарные науки, трудно на самом деле сказать, трудно. Отношения моральные, политические, там, волевые аспекты общественной жизни, да, и человеческих отношений. И, соответственно, даже для таких, в общем-то, специфических сфер все равно действует принцип обоснованности знаний. Здесь нужно сказать также и тут... Так, стоп. Так, стоп. Следующий вопрос. А где обоснованные знания в гуманитарных науках? Отличные от религиозные. Я просто, на самом деле, я почитывал тексты этих богословов всяких, и у этих всяких богословов можно отыскать огромное количество аргументов в защиту религии. Причем их, этих богословов, назвать философами не всегда поднимается язык, к сожалению или к счастью. Но, но при этом нередко вот богословская аргументация, она просто превосходит на несколько голов аргументацию гуманитарную. Вот, ну вот, вот чисто вот оценочное такое, да, понятие я вам сейчас выдам, оценочную оценку. Ну, блин, ну лол, ну что такое? То, что достаточно длительное время научную картину мира продуцировала философия. Философы древности и ученые древности, это, в принципе, одни и те же люди, да, любые. Ну да, просто разделения не было тогда. Тогда просто все философами были. Человек, который занимался наукой, он назывался философом. И науки... Но он не занимался наукой, он философией занимался. Ну и практикой иногда занимался, совмещал с философией. Но это уже совершенно другой вопрос. То, что и как мы там называем. Ученые, ученые. А потом ученые, да, стали богословами, видимо, Бог. Все правильно. Он занимался исключительно, ну, в первую очередь, исходя из каких-то умозрительных, да, теоретических построений. Если мы говорим о... Приветствую, киностудия Клякса, рад видеть. ...определение науки от философии, то это эпоха, ну, во времени, и именно... Так и шуе, ну, они варятся тысячу лет, но вы понимаете, они как бы, посмотрите, по определению было дано религиозное мышление. Что значит? Тупые причин нет, короче, ничего не доказано. Критического мышления нет, блядь. Хоть тысячу лет варись, будучи таким тупым, ничего не сваришь, понимаете, что я ППШ. А вот ученые, а вот ученые печеные, да, вот они, которые в Древней Греции, там, у Шумера Акадты, и так далее, вот эти ученые, вот они самые, они-то брали и наколдовали очень много всего. Как вы можете, как вы можете так? Причем эти же ученые каким-то хуем неожиданно стали связаны с гуманитарными дисциплинами почему-то. Ну, я не знаю, довольно смешанное повествование, на мой взгляд, пока что. Этот период науки, в первую очередь, это естественные науки, мы знаем, и астрономия, физика, химия, да, вот все это появляется в эпоху нового времени. Ну, астрономия была до эпохи нового времени, она была в средневековом образовании, она входила в квадриум, если не ошибаюсь, то есть было 7 искусств, и одно из них астрономия. Квадриум – это 4 искусства, связанных с математикой, прежде всего астрономия. Физика была уже у древних греков, ну, более свободная, более интересная, более рассудительная. О, Матвей, Матвей, давно, давно вас не видел, моя муза Александра, не знаю, не приходит чего-то, но я в любом случае рад вас видеть, вы самый позитивный наш зритель, мы вас любим. Так вот, что у нас там дальше еще есть по поводу вот этих, о чем он там говорил-то? Оно выделяется, отделяется от философии. Еще раз. Период науки, в первую очередь, это естественные. А, в новое время выделяются такие науки, как… Науки, мы знаем, и астрономия. Астрономия раньше, в средние века, ну, еще до средних веков она была. Вот в средние века она точно как бы была, как университетская дисциплина астрономия. Еще раньше, в Древней Греции, она тоже была. Да и до Древней Греции астрономия, скорее всего, тоже была. Физика, химия, да? Химия, смотря, что мы химией называем. Если алхимию называем химией, то она была много где и вообще очень часто использовалась, много кем. От египтян до китайцев. Все это появляется в эпоху нового времени, оно выделяется… Все это появляется в эпоху нового времени, окей. Отделяется от философии. Ну, в некотором роде это все еще и остается философией. По крайней мере, на первых этапах каких-то больших различий между текстами Лебница и Ньютона, вы мало заметите, в общем. Там стилистика написания первых научных работ, она очень похожа на философскую. Так что так. И философия уже начинает играть какую-то другую роль. Она вступает в какие-то уже несколько иные отношения с науками. Для частных наук… Хорошо, давайте. Философия выступает в качестве метанауки. Метан. Допустим. Наука – это теория и методология научного познания. Как метанаука, философия отвечает на ряд вопросов. Например, что такое знание и познание? Ну, кстати говоря, если вы откроете просто обычную толковую словарь, вы увидите, что знание – это продукт, который получают человек в ходе познавательной деятельности. Открываем их в странице познания, и там будет написано. Познание – это процесс обретения знаний. То есть, получается, замкнутый круг. Философия же пытается разорвать этот замкнутый круг. Обретение к тому, что же такое познавательный процесс и что такое… Последние аккорды в песне. Знание. Какие еще вопросы решает философия для науки? Ну, например, что и почему может быть… Сминог, сегодня день рождения у той девушки Вероники Степановой. Я ее поздравлю сегодня ночью. …научным фактом. Научный факт – это термин, который широко вошел в нашу повседневную жизнь. Однако, что именно мы понимаем под фактом – это вопрос на самом-то деле. Философские и разные философские традиции, подходы, они… Ну, согласен, окей. Пытаются сформулировать и формулируют, собственно, то, что мы понимаем под фактом. Каковы пределы научного познания? Или как соотносится эмпирическое… Ну, здесь он в контексте философии и науки говорит, все верно. Ну, то есть, более-менее пойдет. …и теоретическое знание. Ну, и, например, что такое истина? Или что такое научная истина, да? Это вопросы, которые пытаются разрешить именно философия. Она разрешает их, она отвечает на эти вопросы для науки. Таким образом, мы рассмотрели с вами принципы построения мифологической, религиозной и научной картин мира. Эти три способа формирования картины мира, они как лебедь, рак и щука. Они тянут нас в разные стороны. Мифологическое мышление тянет нас в образность. Религиозное мышление, религия – в веру в сверхъестественные силы. А мифологическое не тянет нас в веру в сверхъестественные силы. Типа, да, преподаватель. В интуицию, в какие-то инсайты. И, наконец, наука сугубо в такую холодную рациональность. Какую же роль? Да, пиздец просто. Ну, кстати, я бы еще заметил, что наука не единственная разновидность рациональности. Играет для этих картин мира философия. Для каждой картины мира философия играет, безусловно, значительную роль. В каких-то случаях философия стремится рационализировать знания. Например, для мифологии, для образного или религиозного мышления, необходима какая-то рационализация. То есть, приведение к каким-то понятным, доступным. То есть, наука в образах не нуждается, как я понял. То есть, когда мы представляем себе геометрические фигуры и математические модели, это не образ. Это хуйня какая-то, видимо. Я просто сейчас не очень понимаю, как это работает. Интересно. Представление. А в случае с наукой, например, философия пытается гуманизировать. Привнести в науку какое-то представление о ценностях. О морали, социальных. Вот ученые такие, блядь, вот нам не хватает ценности, морали. Нам срочно нужны учеб-философы. Давайте, целый народ. К потребности. Все целый народ. Чего с задачей философии сегодня можно назвать поиск точек соприкосновений? Так проблема заключается в том, что у него мышления, они какие-то странные, потому что на самом деле, и там везде имеет место убежденность, например, как факт. Она просто везде имеет место, с одной стороны. С другой стороны, везде имеет место образность, в том числе в науке. Науку без образов представить себе невозможно. Ну, это будет пустая болтология, вообще абсолютно глупая и бессмысленная. То есть, представьте себе, если человек не будет запоминать образы происходящих эмпирических событий, не будет пытаться скомбинировать в своей голове новые какие-то образы, которые за что-то там отвечают. Ну, тогда науки просто не будет. Наука превратится в обмен числами и высказываниями. Но она такова не является всё же. Наука несколько больше, чем просто цифры и слова, не соединённые ничем, ни с чем. ...пение различных картин мира и снятие фундаментальных противоречий между различными способами и подходами к отражению действительности. Собственно, на этом мы вопрос с картинами мира закончим. И на следующем занятии, в следующем видео, поговорим уже о структуре философии. Не забывайте ставить лайк под этим видео, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте писать комментарии, особенно если у вас возникли вопросы, напишите их в комментарии. Всем всего доброго, до свидания. Ну, пока у него нет зрителей. Хорошо это или плохо, не знаю, но может он человек добрый, хороший, что могу сказать. С философией всё плохо, пока что. Хорошо. Хорошо.